Итак, привет, с вами ДопК, и мы продолжаем играть за Россию в Age of Imperialism, и потихоньку наш альянс растет, мы получаем вся кучу новых союзников, так сказать, помогаем странам сделать свой собственный выбор, к кому потом вступить, но вы обязательно делаете выбор подписаться, если вы еще вдруг у меня подписаны, а мы же продолжаем, поехали. И у нас тут есть некоторые решения на сухопутные войска, давайте начнем уже сейчас нажимать их, я не знаю, что там за решение, но по, так сказать, прошлому опыту там обычно достаточно полезные решения, сейчас я их лучше открыть пораньше, политки, благо, здесь хватает, но вообще мне нравится, когда, знаете, у вас много ресурсов, все тоже требует много ресурсов, политка здесь дорогая на всякие решения, но у вас ее и много, вы можете спокойно куда-то инвестировать, куда хотите, это приятно. И еще приятно, что у нас периодически спавнятся фабрики по событиям, я не помню, на других странах так же или нет, но вообще в России это, конечно, приятный бонус. Ну сейчас все, что я думаю, зажмем их вот здесь вот и заставим немножко повайпаться, там еще какие-то танки есть, танки меня немножко напрягают, потому что мы их не пробиваем, но в целом нормально, и в целом мы только пушим, это точно хорошо. Вот и последняя ячейка, прелесть, 6 ячейк через 2 года, теперь мы реально можем прям супер жестко закачаться и даже успеем все вот эти технологии в новой главе исследования, так сказать, исследовать это супер. Ну а мы же сейчас начинаем штурм Ханчжоу, танк мы оттуда выбили, и теперь там, да, никаких проблем нету. Дешифровка, кстати говоря, у них баф, но я работаю над тем, чтобы это прошло. А еще, наверное, стоило бы покачать немножко флот, потому что у нас есть какие-то верфи, их немало на самом деле, а по фокусу у нас будет их еще больше, и нужно тратить их во что-то полезное. И авианосцы здесь можно сделать какие-то вообще безумные, у них есть плюс 5 размера палубы, а у тяжелых кораблей есть минус 10 заметности, то есть и то, и то очень сильное. Но я думаю, чтобы не париться слишком с авианосцами, просто сделаем мощный лот из линейных крейсеров. С, наверное, какими-нибудь либо дорогими эсминцами, либо какими-то легкими крейсерами дешевыми, посмотрим. И берем мы теперь Шанхай. Прекрасно, здесь еще дополнительные вайпы. У нас, если что, есть скидки на слегкие, средние и тяжелые танки. Под конец у нас огромная скидка еще и на современные. У нас баф на 2 года на опережение, то есть если мы исследуем вот это сейчас, то мы можем просто настроить армию современных танков. Я думаю, это то, что нам и следует зарашить, так что давайте в танки и будем пытаться пробиться. Армию современных танков к войне, я не знаю, когда здесь война, но подозреваю, что еще несколько лет до нее есть. Так что будем спешить. Ну, по фабрикам, по крайней мере, точно, я думаю, мы должны быть впереди бота. Так что да. Можно покупать танки, но... Да, вообще не только танки. Это тоже прикольно. Получаем опыт ежедневно плюс один. Окей, но это все нам, наверное, не нужно сейчас, кроме, наверное, опыта. Опыт все-таки полезен. Ну что, я думаю, наверное, достаточно у нас уже количества фабрик. Я не знаю, опять-таки, когда начнется война. Но, наверное, вот давайте, ладно, еще построим чуть-чуть. Но в конце этого года, начнем уже в декабре, где-то в январе следующего года, начнем строить военные заводы. Наверное, уже пора. Ой, можно убрать все себе казачество. Блин, ну нет, это дает, смотрите, только... Но это дает баф к механу. О! Ладно. Ладно. У нас очень мощный механ, и у нас очень жесткие скидки на Катюшу. Окей, все тогда немножко поинтересоваться, и бренд-транспортер получает плюс противотанковую атаку, грузовики. То есть, да, у нас, в общем-то, это не так сильно, но именно просто потому, что наша танковая дивизия получит еще дополнительные бафы от механа и моторок, в принципе, это, да, достаточно сильно. И давайте, наверное, пойдем вот сюда впервые, потому что я сейчас, наверное, начал бы сразу делать механ и как раз-таки Катюша. Поэтому давайте вот как-то вот так, наверное, приоритизируем наши исследования. И да, как вы можете видеть, мы делаем средние самолеты, как я и говорил, будем делать тяжелые истребители. А еще мы тут вайпаем британский танк, и потихоньку сейчас начнем добивать здесь все. Прекрасно. И да, этих ивентов супер много. Декабрь. Давайте достроим все фабрики, что у нас в процессе. И дальше, да, пора военных заводов, потому что нам пора их суперроско строить. Нам очень их не хватает. У нас уже подходят все нужные технологии, уже есть куда их ставить. А это самое главное. Как бы вам нужно их начать строить. Тогда, когда у вас есть на что их тратить, очевидно, делать просто больше пехотки не сильно интересно. Так что сейчас здесь вот по инфраструктуре будем распределять все. У нас очень много светов с инфраструктурой хорошей, что меня не может не радовать. Даже вот здесь вот в Сибири. Прелесть. И вот Испания капитулирует, Португалия победила. Не знаю, что он там будет дальше делать с этой Испанией. Может, национализирует, может, нет. Колония. Колония, кстати говоря, тоже неплохо. Она получает всю промышленность оттуда. Прекрасно. Меня это, наверное, устроит. А еще нам нужно, да, украшить средние танки, как я и говорил, чтобы потом начать делать современные, которые будут иметь скидку 20%. Это сильно. И тут я уже стражаюсь на автоплане, потому что, по ощущениям, наши войска здесь не имеют уже никаких проблем пробиваться вообще. И, кстати говоря, я еще тоже. Здесь есть еще вот такой вот баф оружия будущего. Супер жесткие бафы на пехотку. Минус стоимость производства, плюс надежность 40. Атака, прорыв. В общем-то, космические сильные вещи. Нам это надо. И давайте все-таки нажмем. 30 опыт, это фактически за 2 ТНП. Поддержки войны базовые немножко тоже, хотя у нас и так сотка базовая. Пойдет, пойдет. Остальное вроде как здесь не сильно интересно. О, Непал. Видимо, к нам можно его взять. Ну, обычно первый вариант это взять. Да, так и есть, Непал. Теперь в нашем альянсе. Как, можно сказать, скоро будет весь Китай. Потому что Цинь победит. Я думаю, он после этого тоже к нам присоединится. Прекрасно. У нас здесь еще будет целая армия ветеранов. И очень опытный генерал. И нам по фокусу запомнили 10 вот таких дивизий. На самом деле, прикольные дивизии. Вообще, им можно даже и воевать. Казалось бы. Конечно, я не буду, потому что я все равно их домодифицирую. Но это уже нечто. И это уже, как говорится, что-то. Давайте вот это все пообъединяем как-то куда-то. Вот это, наверное, мы распустим вообще. Хотя, можно их переделать. Но я думаю, у них весь опыт потерять. Но пока оставим. А из этого, наверное, будем делать нашу танковую дивизию. Ну что, давайте нечто вот такое сделаем. Это все будет у нас еще иметь потом огнеметный танк, конечно же. Так, средний танк здесь. Ну да, давайте, наверное. Выглядит как минимум забавно. Посмотрим, как это будет работать. Конечно, работать это будет против бота. Прекрасно. Мы это уже, можно сказать, знаем. По-другому это против ботов и не работает. Но начнем уже производить. Катюша и механ. Причем нам, Катюш, надо супермалым. Потому что они у нас будут на 50% дешевле. Это очень сильно. И на 15 еще и эти. Их можно еще и удешевить за опыт. Но опыт пока тратим мы только на доктрины. По той простой причине, что доктрин здесь стоит по 200 опыта. И их здесь очень много. То есть можно очень много качать. И, кстати говоря, у вас 5 мирового напряжения. Значит, что я могу начать делать пограничные конфликты. Вот с теми дивизиями бы в идеале их делать. Но они, очевидно, сейчас без ничего вообще. Так что давайте пока просто использовать пехоту. Отправляем на границу с Румынией. Я не знаю, где здесь будет пограничный конфликт. Честно говоря. Ну, начинаем, наверное, так как-то распределять. Можно туда. Можем. Давайте вот у нас сначала Румыния или Польша. Ну что ж. Сейчас будем заниматься. Ну что ж, давайте пробуем. Кстати, надо еще сделать вот так. Всем, я думаю, будет полезно все мотаризовать. Пограничный конфликт. Мы нажали. И ничего не произошло. Но у меня уже есть какой-то бордер конфликт. Ладно. Верим. Что-то у нас еще забав. Пехота с Румынией дает противотанку атаку, бронебойность. Грузовик. Приятно. А мы что-то победили? Наверное. Не знаю. Я не заметил никого поиграничного конфликта. Пробуем то же самое с Польшей. Тоже ничего не происходит. Потом скажут, что мы победили. Звучит как-то... Как будто кого-то обманывают. Надеюсь, не нас. Ага. Тут, смотрите. Тут непонятно. Как будто мы... А, вот. Я вижу, вижу. Они, видимо... Может, не знаю, Румыны отдали или что они сделали. Кто его знает. Нефть, кстати говоря, я качаю, потому что у нас не так много нефти, и ее придется иначе покупать. Ну, так или иначе придется покупать. Поэтому нам нужно... Вот, смотрите, здесь сейчас закончится пограничный конфликт. Мы победили в нем. И ничего. Просто получили опыт и политку. Ладно. Допустим. Военноучения нужны. Итак, пограничный конфликт вот здесь вот. А я к нему уже был готов. Я составил дивизии, да? Данных там сейчас всего две. О, нет. О, нет. Это прям реально, увы, сейчас будет. Ситуация. Ну, эти едут. Ладно, эти две дивизии тоже неплохие. Не самые плохие, по крайней мере. А давайте сразу ИРСЗО подадим. Может, они дойдут до этих? Вряд ли дойдут. И мы почти докачали здесь все, что мы хотели. Самое главное, конечно, вот это взять пораньше. И потом взять себе вот этот прекрасный баф и современные танки выкачать. Там просто будет, не знаю, 150-200 дней, наверное. Ну, оно автоматически перейдет в конфликт. Что ж, нам нужно верить, что наши две дивизии смогут победить. И нет, две дивизии, конечно, меньше, чем три. К сожалению. Мы потеряли немножко, но ладно. Это можно пережить. Открепить. И, пожалуйста, в этот раз будьте все там. Кстати, мы еще... Я еще видел. Мы, по-моему, в атаке вообще были. Это звучит грустно. А здесь империя цен? Да, смотрите, захватывает все. Прекрасно. Так, еще одно что-то с Польшей. Ну, с Польшей это давайте. Это я не против. У меня там все есть. И мы проиграли, потому что у меня ни одна дивизия не дошла в бой. А, прелесть. Давайте вы всегда тренитесь, потому что у вас теперь РСЗО. Нужно получиться с ним воевать. Но, в целом, у нас всего хватает, только поезда начинают в минус эти. Это, наверное, потому что у нас немножко дивизии разогащены. И требуется направление в разных местах. Потом, когда все будет в одном направлении, будет попроще. У нас есть бафы на скидки, но нету скидок ни на тактические, ни на тяжелые истребители. Что грустно. Но промо у меня все еще хорошее, поэтому я думаю, я не буду сидеть, а буду все равно делать именно их. Здесь хоть носить вертолеты, но я не уверен, что это делает. Это как будто улучшает нас в госпитале, полицию и разведку. А в госпитале я не использую. Полицию я как будто использую, но не думаю, что мне она сильно нужна. И разведка как будто плевать, я тоже ее не использую. Есть намного лучше и сильнее группы поддержки. Мы еще можем сделать пограничный конфликт снова с Японией и с Циньем. Не странно. Давайте с Японием попробуем, так сказать, скомбетчнуть. Немножечко. А здесь ценим... Так, у нас закончился приказ, давайте продолжаем просто пушить по морю. Продолжаем, что здесь в виде куча портов и снабжения, соответственно. Да, забайте или забайте. А, это мы их байте на атаку, поэтому мы были там в защите. Точнее, в атаке наоборот. И это полезно. Перец не победила. Прелесть. То есть, конечно, они захотят отплатить нам. Прекрасно. Ну-ка, у них там есть фокусы? Да, у них там даже есть фокусы. Продолжить нашу дружбу. Это с кем? С Британией? С Россией? Вот, они могут... Да, вот здесь они будут решать, с кем они будут дружить. Ну, я полагаю, с нами. Я думаю, с нами. И потом, наверное, да. Подождите, что? Новый груз для русских? Нет. Я надеюсь, что они... С нашими друзьями. Хотел смотреть, у них прям собственные фокусы есть, полноценные. Здесь мод как будто выглядит немножко доработанным. Здесь странно что-то делают. Не просто по ивентам и по захорткожному чему-то. А тут у них какие-то фокусы, все. То есть, ну, мод стал как будто поинтереснее. А мне приходится исследовать морские модули, потому что у меня вообще, ну, ничего не исследовано было. И 21 день до этого бафа на танке. И как раз у нас подходит исследование танков. То есть, все как раз вовремя. И 132 дня. Но то, чтобы получить современные танки, абсолютно балансно. И Германия против нас КБ готовит. И Польша с Германией в одном альянсе. Ну, как обычно. Вообще, хотя это, наверное, не особо как обычно. Тем не менее, это дает мне понять, куда мне надо готовиться. Все, на самом деле, теперь стало достаточно супер понятно. Сюда я тоже забрал бы, наверное, всю армию. Желательно бы давних грамм стрелков, наверное, в отдельную. Если генерала по 16, что забавно. И, наверное, не очень, но как бы пойдет. Что ж, выставляем все. Я понимаю, что вот этот парень может командовать 48-ю дивизиями. Но почему? Он же не на гарнизонах. Нет, ладно. Что-то с ним было не так. Окей. Странно. Ну-ка, если мы... Что-то с этим точно не так, я вам скажу. Да, все, в 16, короче. Я не буду морочить себе голову. Там 16. Слушайте, мы, кстати говоря, все еще будем с вот этими вот дебафами, которые... Очень неприятный расход припасов, особенно. И с вот этим. Я надеюсь, что во время войны будут какие-то решения, которые позволят мне это убрать. По крайней мере, это было бы логичным, так сказать, дизайном. Из-за того, что мы пошли качать с нормальной фокусы, Германия сама начинает саму войну. Не обязательно, что они именно прям начнут с этого войны, но посмотрим. А мы, я думаю, нам пора идти в авиацию. И да, 90 военных заводов это не так много, но тут не сильно лучше. Тут просто фабрика меньше намного. Так что посмотрим. Я думаю, будет все окей. А еще я, пожалуй, все проложу дороги получше. Как бы вот это вот на север и в центр. И на юг тоже бы что-то подпроложить. Я думаю, можно сэкономить. И вот так как-то это все сделать. Ну и пока будем в север застраивать юг вроде не сильно такой активный. И конечно же под это нажмем мы вот это. И плюс скоростность за 10% за один ТНП. Вроде как нормально. Рассылков наших отправляем на север. В Финляндию воевать там со Швецией. И у нас остаются еще некоторые войска, которые мы должны куда-то определить. Пока понятия куда нету. В север тут у нас манштейнчик. Паренек молодой. Наверное, давайте мы их отправим резервами. Вот типа вот в такие страны, которые непонятно. Вроде как войны не будет. Но Турция. Что она не включится в войну? Я вот не уверен. Поэтому давайте пускай у нас будут в таких местах резервы. Британия здесь допустим тоже наверное будет воевать с нами. И какой-то минимум конечно на границе с Японией. Ну а вдруг? Так что мы к войне в общем-то готовы. Достаточно нормально. У нас как здесь резервы. Здесь кстати не хватает снабжения. Что мы с этим делаем? Правильно. Достраиваем сюда ЖД. И строим здесь просто пункт снабжения. Что я могу сказать на это? Да займет месяц, но мы это сделаем. Вот так вот можно наверное сделать. Хотя и так, и так это будет работать нормально. И что еще я бы где-то хотел сделать? Наверное здесь, ну ЖД и так строится. Давайте наверное нечто вот такое еще здесь доделаем. Ну по возможности. Тут надо понимать, что у нас еще дебафф очень сильный на потребление припасов. И мы с ним никак разобраться не можем. Кроме мере пока что. Кстати я беру все мирового лидера в торговле с сырьем. Потому что мне это нужно для жандарма мирового порядка. А это мне нужно для вот этого. Хотя скорее всего оно мне не сильно нужно. Но посмотрим как там что пойдет. Какие-то ивенты как будто все-таки начинаются. Что-то и да. Оно началось. Так Владимир. Какое-то подозрительное имя. Может вы его узнаете? А мы же расставляем в себе всех шпионов. Будем сейчас начинать тотальную войну. Пока что только с Дунайской Федерацией, с война и Югославия просто сносится. Потому что там у нас войск не был. Я все-таки рассчитывал на войну как ни странно с Германией внезапно. А получилось все совсем по-другому. Возможно мне придется немножко войска свои передислоцировать. Но все это будет, ребята, в следующей серии. А это подошло к концу. Так что с вами был Добгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще в руку не подписаны. Лайки, комментарии, твички, крутые будете. Все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.